Привет, друзья! Вы на канале Canadian Snowbirds. Меня зовут Влад. Те, кто новый, канал это больше про жизнь в Канаде, как мы там живем, как мы там выживаем. Но у нас также есть серия репортажей о медицинском туризме, о лечении зубов в Турции. Как видите, я нахожусь в Турции, и у нас как бы заключительная фаза... Мы вот через полгода приехали, у нас заключительная фаза лечения. Сегодня у нас назначено рандеву, и я встретил здесь просто нашего подписчика. Он тоже лечится в той же клинике. И, вероятнее всего, мы с ним в клинике встретимся, потому что у нас одновременно наше рандеву. И поговорим, узнаем, что он думает об этом лечении. Он, кстати, не только зубы лечит, и еще другое. Ну, если захочет, конечно же, расскажет. Ну все, давайте, идемте. Привет, Дим. Здравствуйте, Влад. Расскажи немножечко о своей истории. Я как бы перед тем, как начать, на балконе рассказал, чтобы я вот тоже приехал по медицинскому туризму. Да, у меня оказалось вообще полностью медицинский тур в Турцию. Я ваш подписчик в Ютубе на вашем канале. Классно, спасибо. И вообще узнал про такую опцию, что зубы в Алане можно делать на вашем канале. Потому что раньше я отдыхал в Алане. В принципе, про медицинский туризм наслышан, правда, турецкий, про качество работ. Но уже про эту клинику конкретно вот увидел на вашем канале. Ну, не страшно? У меня с проблемой. Я сейчас жил в Германии. Получается, год уже. И у меня страховка не покрывает многие работы. И у меня на одной стороне выпал мост, и она двумилась два зуба. Я пошел к врачам, мне насчитали только одну сторону, верхнюю часть, больше двух тысяч евро. Но это дорого и неподъемно, и бессмысленно, с моей точки зрения. Поэтому я прикинул свои финансовые возможности. Время было, неделя сейчас там мне свободно. Но я, как бы, контакт вы оставили под своим видео. Я связался с клиникой. Мне посчитали, в принципе, все работы. И я сразу решил делать циркониевые коронки ставить на верхнюю нижнюю челюсть. Делать полностью эстетику. То есть ты делаешь верх и низ полный? Да, но я тоже вначале, у меня почему-то, ну я как бы далек от медицины, я почему-то думал, что я приеду и вверх вообще удалю все зубы, ставлю себе 6 имплантов. Мне посчитали одну сумму. Ну, сюда приехал меня доктор, врачи местные отговорили от этой моей идеи, как бы, этот, и сказали, что мы тебе просто, у тебя в порядке зубы, они посмотрели на снимки, это сделали, как бы, и сказали, что твои зубы в порядке, у тебя обслуженные каналы, корни, мы тебе просто обточим и поставим коронки, сделаем хорошие, как бы, циркониевые зубы. Ну, правильно? Там что, вырывать все зубы? Да, это как бы, стрим такой. Поэтому меня освободила сейчас даже бюджета, и я, ну, как бы, давно наслышан, и в Стамбуле много видел людей, и весь арабский мир еще ездит сюда волосы, делает, и я нашел рядом еще клинику, и заодно одним махом, как бы, сделал себе еще пересадку, имплантацию. То есть ты рыжий не потому, что ты рыжий, да? Да, это не, как бы, не моя, это, ну... То есть ты просто пересажив, делал пересадку волосы? Да, мне делали, в задней части забирали доноры, импланты, и верхнюю часть, как бы, вот, закрывали мое облысение на эту зону. Поэтому у меня сейчас пластиковые временные зубы, травмированная голова, как бы, полный медицинский турист в Турции. Да, но пересел бы все равно, как бы там ни было. Ну, расскажи немножко твою историю, как вот ты... Ты в Германии, говоришь, живешь, да? Да, я в Германии, я украинец, я родом из города Харькова, Кстати, нужно сказать, мы, вот, Харьковчат, и он, и я тоже. Я... Мне 39 лет. В 14-м году мне предложили работу в Москве, и я переехал на хорошее, как бы, предложение, согласился ради, как бы, выгоды, денег, заработка. Уехал жить в Москву. Восемь лет я прожил в России, в Москве. Работаю в сфере логистики, грузоперевозки, таможенные операции. Но после 24 февраля 22-го года мы с моей уже бывшей супругой приняли решение, что мы не можем оставаться, мы не приняли эту историю нападения России на Украину, и мы оставили всю нашу скопачиваемую работу, нашу квартиру, и уехали в Германию. Сейчас в Германии мы находимся в статусе временного биржа по 24-му параграфу. И параллельно, как бы, у меня давно была мысль и идея пожить и попробовать себя в англоязычной стране полностью. Поэтому я сейчас занимаюсь оформлением визы по программе «Клайер в Канаду». Поэтому, как бы, вот вас я и нашел, я вас, подписчик на YouTube, потому что вы даете хороший, хороший, мне нравится контент, информацию именно вот человека из Канады. Да. Ну, может быть, мы и в Канаде тоже встретимся, и тогда уже, как бы, на новой территории тоже встретимся и поговорим. Конечно, буду рад. Ну, хорошо, Дима, а вот, когда ты приехал, твои первые ощущения? То есть, вот, когда тебя там встречают, как это все обстоит с ручьями? Ну, то есть, вот, вся эта кухня, как она тебе пришлась? Вот, все, как бы, в жизни познается абсолютно в сравнении. Я, как бы, пожил и у нас в Украине, и в России, и в Германии. И все, как бы, вот, уровень сервиса. Турки, они очень, очень гостеприимный народ, очень доброжелательный, и они умеют делать сервис. Клиника, меня встретила из Анталии с аэропортом, это было в 10 вечера я прилетел. От клиники они предлагают отель, в принципе, средний хороший отель, с хорошим питанием, с хорошими, достойными, в принципе, номерами. Опять же, мне очень нравится в клинике эта работоспособность персонала. Так как работают здесь врачи, так как работают, ну, я, по крайней мере, своей истории нигде не видел, потому что я приехал в пятницу вечером, в субботу у меня уже была организована запись на прямом врачу, и в субботу мне уже обточили где-то за 3,5 часа, 4, полностью верхний и нижний ряд зубов. К вечеру уже мне сделали пластиковые временные коронки, как капа надевается, и уже вечером у меня закрыли оголенные вот эти обточенные зубы, которые есть невозможно, пить невозможно, ни холодно, ничего невозможно, хочется, чтобы побыстрее это все закончилось. И вот как бы, что у нас сегодня, среда? Да, на четверг. Четверг уже. Четверг. Вот сегодня у меня уже будут готовые циркониевые коронки. Уже на примерку. На примерку, да. И мне будут примерять уже. Будем смотреть после двух сегодня. Да, классно. То есть у тебя, по сути, процесс от начала до конца занял что, в неделю где-то, да? Даже меньше получается. Ну да, около недели. Получается в неделю. Причем мне еще чистили 3 канала, удаляли нервы. Проблемные зубы вскрылись. Чтобы дальше не мешали. Вот сейчас еще посмотрим. У меня есть небольшая чувствительность на один зуб сегодня. Ну да, в принципе, красиво и быстро. То есть реально, если не нужно, скажем, ставить импланты какие-то, то реально это две недели это совершенно реально сделать практически все зубы и уехать. Ну практически мне даже вот неделя. Потому что я на субботу уже даже проговорился, о чем могу я брать билет обратно, да? Потому что не с понедельника она должна заниматься своими делами в Германии. И вот она без проблем. Мы тебе в четверг примерим. Если что-то еще подработаем, в пятницу мы тебе установим умностью. и как бы... То есть лаборатория обеспечит все полностью. Если будут проблемы, я тоже смотрю, у меня тут недалеко в принципе три часа лету. Билеты недорогие относительно. Мне проще потом, если будут проблемы, сюда на пару дней приехать, договориться с ними. Ну вам намного проще, чем нам. Ладно через океан. Нам из Канады это так сложно и в общем-то очень дорого. Ну классно, классно. А вот как тебе вообще ну сама Турция? Ты же вот здесь не первый раз. Я работал в Турции с турками. В Стамбуле у нас мы открывали филиал по логистике. Продолжительное время я проживал. Очень мне нравится Турция. Я люблю турецкий народ. Это в принципе... Ну люди есть разные, но в массе своей это доброжелательные, отзывчивые люди, которые готовы прийти тебе на помощь. Иностранец бы, как бы ты ни выглядел, вот в Стамбуле зачастую, если ты где-то потерялся, город очень огромный, и что-то у тебя проблемы со связью, любого турка остановишь, он тебя замучает своей помощью, потому что он начнет тебя водить по остановкам, такси заказывать. ты уже сам разберешься быстрее, чем как бы... Это правда, потому что мы в прошлом году были в Анталии, а там нужно было покупать в автоматах билеты, ну и вообще как-то непонятно все. И когда мы начали это все тыкать, собралась куча народу, у нас там не было мелких денег, короче, надавали нам денег. Ну, очень много историй в Анталии было. А потом еще история была, ну, очень слышная. Мы едем в автобус, в автобус заходим, а наши эти карточки уже без билетов, ну то есть они уже не заряжены, а нам с базара нужно было, ну, далеко ехать. Мы говорим, что делать, водитель такой, спокойно. Сзади ехали какие-то ребята, студенты, значит, он подзывает одного, дает, значит, нашу карточку, вот. Я ему, значит, говорю, давай деньги, я ему даю деньги. Он, значит, останавливается на остановке, этот парень бежит, значит, там где-то что-то покупает, пока он доезжает до другой остановки, этот парень, значит, уже вскакивает в автобус с оплаченной нашей карточкой, с билетами. Ну, я не знаю, в Канале, скажем, это, ну, даже представить сложно, то есть там как бы всем все равно, а здесь вот они, вот. Ну, Аланья, вот по ощущениям, типа, по сравнению со Стамбулом или с другими городами? Ну, это такой более туристический город, и он традиционно туристический, здесь очень много европейцев, вот раньше считался, я знаю, вообще немецким курортом, здесь много немцев, вчера был день Норвегии, если заметили, норвежский, норго как бы много приехало, везде флаги ресторана повывешивали, весело очень было, музыка, до часа ночи по-другому на улице. Я, честно говоря, не представлял, что их здесь так много, я не ожидал сам, на пляже мы были, я думаю, ну, у кого-то день рождения, они там стояли, пели, значит, гимн их, вот, там, еще что-то, вот, а вечером, когда пошли гулять, все рестораны забиты на рюме, абсолютно все, я думаю, боже, сколько их тут, много, так сказать. Да, мне нравится, нравится, нравится пляж Клеопатра, такая хорошая локация, такой приятный вид, крепость, гора, море, песок, очень приятные, цены, в принципе, не особо дорогие, за лежак, за, да, это все. Ну, нужно сказать, что мы живем вот в отеле, вот клинике, ну, оказалось, и ты живешь, и мы живем в отеле, и от отеля есть пляж, то есть там ничего платить не нужно, там просто ты приходишь и лежаки бесплатно, все. Ну, у меня, как бы, полностью медицинский туризм, в том числе, это, мне солнце, вода, запрещено, я буквально в воскресенье, я везде был выходной, я успел полностью сгореть, и берег только голову, сидел в шапке, поставленной под зонтом, потому что в понедельник у меня была имплантация, пересадка, вот один день, который я провел на море, на солнце, и получается, теперь мне надо беречь себя, и уже как-то в следующий раз побываю на море, и ощущу, ощутить вот у нас все прелести. Не, ну, нужно сказать тоже, что мне, например, Оланье нравится очень сильно, потому что мы вот в прошлом году, когда приезжали, были в Анталии, и, как по мне, Анталия чуть жестче, потому что там, она не туристическая особенно, и там вот все рассчитано на местных, и поэтому, к туристам они такие. Ну, это да, перекресток Анталия, там же дальше идут билетки Кемеры, основные курорты, в эту сторону, Аланье, Махмутляр вот рядом же. У меня, допустим, Аланье, я вот если иду где-то на базар, у меня там куча всяких смешных историй приключается, ну, то есть люди там разговаривают, там говорят, а вы откуда из Канады? Ой, я тоже из Канады, там, турок угодно. Я на самом деле, очень как бы, ну, удивлен, что люди из Канады, летят аж в Аланье в Турцию. Ну, да, у нас очень сложные эти все дела, у нас получается, что то, что я все делал, это, ну, если вот, для мужчин, это примерно стоимость, рейндж-роллера, нужно заплатить, то есть, очень много денег. Если то же самое делать, скажем, в Калифорнии, те же материалы, те же технологии, это будет стоить порядка 350 тысяч, в US долларов. это сумасшедшую сумму. Да, и будет то же самое, вот, абсолютно. Ну, вот я поэтому, как бы, ну, я смотрю вот ваш канал по Канаде, смотрю еще несколько людей, и постоянно, вот, витает тема медицины, это сложность медицины, очереди, стоимость, страховое покрытие, время, поэтому я, как бы, вот и хотел, ну, заранее подготовиться к этому процессу, а зубы у меня и так проблемные были. Ну, в Канаде, в Канаде медицина, в принципе, она, ну, сама по себе неплохая, то есть, она, можно даже сказать, хорошая, если тебя нужно спасать. То есть, если ты умираешь, ну, или вот операция, там, какая-то, и ты попадаешь в систему, то ты вот, царь и король, и тебя будут спасать, и ты будешь в лучшей палате, и ты будешь, ну, вокруг тебя все будут бегать. Но если ты пришел, доктор Айболит, у меня вот здесь Айболит, ну, то есть, то это будет очень много. Медицина бесплатна, вот, и поэтому всякое, всякое бесплатное, что бы это ни было, всегда, как говорится, оно чего-то стоит. Вот, а стоит оно очень много денег, то есть, мы делаем совершенно огромное отчисление, вот, на эту всю бесплатную медицину, но, сервис мы, конечно, не получаем. То есть, если ты там где-то, скажем, у меня было много раз, я в джиме, там, то что-то порву, то выверну, и я приходил, там, значит, к своему семейному врачу, говорю, ну, нужно попасть в специалист. Мне звонили через год, и говорили, ну, вы можете прийти, говорю, у меня полгода, как все прошло, ну, с самым собой, да. Ну, я смотрю, ты вот в клинике, в холле, на диване, постоянно, много европейцев тоже ездит, то есть, система, в принципе, западная, приблизительно, одна и та же, это дорого, и долго, и... ну, вот здесь, в клинике, я со многими разговаривал, в частности, с немцами разговаривал, разговаривал с бритами, очень дорого, то есть, примерно, как у нас цены, и, ну, это самое, наверное, дорогое из лечения, и вообще-то, везде. У нас, допустим, ну, мало того, что это повсеместно, это дорого, то есть, там, каждый, какие-то цены такие, значит, но ко всему еще, скажем, хорошая клиника, то есть, ну, такая известная клиника, это будет... С хорошими отзывами. Да, то есть, специалисты, которые, ну, которых ты не боишься идти, они тебе будут, конечно, рассказывать цены очень-очень интересные. И поэтому, мне очень-очень многие пишут, допустим, говорят, вот как страшно в Турции, что там за Турция такая, ну, то есть, все как-то, те, ну, мало знакомы с медициной, вот, думают, это какая-то, там, третья страна, ничего подобного, вот так. Кстати, вот у нас знакомая есть, она сама Азербайджана, они переехали, ну, лет 10, наверное, назад, в Стамбул, она по образованию врач-терапевт, и очень сложно получить лицензию, надо заново сдать экзамены, и у конкурса из вот тех врачей, которые приехали подтверждать аттестацию здесь, где-то 2, 100 человек конкурс, 2 проходных, 3 проходных места в год. Этот, поэтому уровень медицины здесь на самом деле, фармакология, в том числе, очень высокий, это вот известный, ну, как бы, фактор. Ну, вот для тех, кто, скажем, не видел предыдущие ролики про медицину, ну, то есть, прошлого года, который я снимал, вот, нужно сказать, что я когда увидел, я не собирался делать, то есть, я приехал, с супругой собирался, значит, делать, но я имел отношение вообще-то к медицине, вот, к зубным, этим всем делам в моей другой жизни. Вот, и когда я увидел просто технологию, меня просто, я попросил, меня повели, показали лабораторию, показали все это оборудование, то есть, в Канаде, по-честному, ты найдешь в единичных клиниках вот такое вот, вот, настолько вот оборудованное, оборудованы все эти дела, потому что здесь, в этой клинике, чем у них хорошо, у них своя лаборатория, 24 на 24, и они делают не только для себя, все вот, все, кто вот здесь по Алании, значит, лечат, то есть, в одном лице, и врач, и все, то есть, ну, ты приезжаешь, и вот тебе один человек все делает, здесь очень много народа, которые тебя специализировали в лечении, плюс лаборатория, которая это тебе делает, то есть, ты же сам, по своему опыту, тебя обточили, и тут же тебе сразу лаборатория делает пластиковую защиту, хотя все другие клиники, я знаю, вот, по Монреару, они всегда сдают, они делают для других, по Алании, да, по Алании, поэтому, уровень оборудования, уровень, то есть, уровень врачей очень высокий, ну, вот я тоже, я посмотрел, вот ваш обзор, и мне понравилось, понравилось, я подписался еще на их инстаграм, связался, здесь есть статья, русскоговорящая девушка-менеджер, которая ведет русскоязычных клиентов, и она, как бы, во-первых, у нас состоялся такой, хороший диалог, она, как бы, и в том числе, они предложили мне, у них есть, в принципе, прайс на сайте, по стоимости, но Турция страна такая, которая, турки, менталитет, культура, это всегда торговля, предполагается, предполагается, надо торговаться, надо просить скидку, и, в принципе, чем я занялся, и они, видимо, от сезонности, от натуры клиентов, могут скидывать, делать, как бы, сейчас, ну, люди, я смотрю, есть здесь, много клиентов, но очередь, как бы, и нету такого, что они, как бы, на неделю, на две, на три, на следующий месяц, не самый высокий, я так понимаю, сейчас именно сезон, и они мне, в принципе, даже сделали еще и скидку, у меня, вообще, это понравилось под фото, и поэтому я всегда... Ну, я просто удивлен, потому что тебе, вот, в течение недели, ты прошел, по сути, ну, как бы, весь цикл, потому что, когда мы в прошлом году приезжали, ну, были прямо, было сложно, то есть, рандеву давали, через день, там даже, ну, как, вот, сложно было воткнуться, потому что очень много народа. Ну, опять же, уровень, как бы, сервисов, у тебя этот менеджер постоянно на связи, отель, хоть и находится тут, ну, в пять-семь минут пешком от клиники, постоянно трансфер машина, приезжает за тобой, забирает, да, ну, возят, это, как бы, очень удобно. Ну, мы вот, в прошлом году мы жили на Клеопатрии, в разных отелях, просто на квартирах, ну, то есть, у нас три места разного. Но уже долго находились. Да, мы долго просто были, и нас отовсюду забирали. Здесь даже люди, которые далеко живут, в Авсаларе, даже из Авсалара возят сюда, то есть, это очень далеко, это, как бы, совсем не близко, и... Вот, опять же, у меня, допустим, я билет взял, в субботу, в шесть утра у меня, вылет из Анталии, два часа езды, трансфер, и меня трансфер в два ночи заберет, в четыре я буду на регистрации, тоже отлично. И люди, допустим, я просто сразу пытаюсь отвечать на вопросы, которые чаще всего, потому что многие боятся, что здесь турецкий язык, здесь очень много менеджеров, которые занимаются, скажем, разными языками, здесь вот, есть русский язык, у них, я знаю, вот они английский, у них много, значит, ну, турецкий, это само собой, у них специально есть переводчик, который с арабского переводит, вот, у них, правда, нет на французском, потому что, ну, да, и мне даже пришлось в прошлом году как переводчику здесь, просто, ну, потому что приехал парень из Франции, причем он граница Германии и Франции, вот, и он совершенно не понимал английского, а никто здесь не понимал как бы французского, они мне звонят, говорят, машину прислать, приедешь, я говорю, приеду, конечно, и все перевели, начал парню, то есть он сказал, да, да, классно, все начали лечение и все пошло, так что, всем, кто боится, что его не поймут, поймут, и даже не бойтесь, как по мне, так это, понятно, что люди, которые не бывали, это немножечко, ну, все вот эти процедуры, конечно, с зубами, ничего приятного, когда их делают, нет, вот, абсолютно, это же с волосами, это такая больная, как бы, оказалась история, и не очень комфортно, приходится и спать, на вот этой подушке, поддержка шеи, нельзя, навык, я в жизни не любил спать на спине, а тут, как бы, ну, все, все, но надо вот перетерпеть, и главное, результат, вот, к мужчинам это мало, относится, что красота требует жертв, но в этом случае, да, ну, видишь, здесь много, я видел даже репортажи, люди приезжают сюда, по пересадке органов тоже, здесь очень это все, ну, на хороший уровень выведено, косметология, да, косметология здесь тоже, всякие, ну, это больше девушек и женщин касается, косметические операции, плюс, вот, 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 клиника, вот, где мне волосы делали, это, здесь недалеко, они там, и липосакции, всякие, вот, эти процедуры, как бы, делают, здесь этот бизнес медицинский очень развит, надо довольно-таки высокого уровня. Ну, все равно нужно сказать, что нужно, ну, как бы, очень аккуратно ко всему подходить, то есть, это, если вы кого-то знаете, кто-то уже делал, нужно, ну, по референсу как-то ехать, а если не знаете, ну, делайте ваши очень хорошие, как бы, поиски для того, чтобы быть уверенным. Ну, по крайней мере, надо иметь, анализировать некие, выборы, и я всегда доверяю, еще, как бы, ну, таким тактильным ощущениям, то есть, надо прийти на встречу, вот, обычно встречи, первый прием, всегда бесплатный, как бы, вам расскажут, что вам надо предложат, и вот, по ощущениям, по отношениям, по людям, это тоже много, как бы, влияет, тоже визуально, что это за больница, как она выглядит, с какой-то... Ну, да, то есть, с того разговаривают нормально, как, ну, как с пациентом, как с человеком, либо тебе относятся, как к большому кошельту, который можно, ну, типа, чуть-чуть тебя пустошить. И так же, что ты понимаешь, какая клиника, может тебе сделать, кто хочет на тебе, может заработать, потому что, опять же, всегда найдется, какой-нибудь, может, посредник, который тебе предложит, помощь, надо помочь будет стоить денег. всегда надо иметь свободу выбора. И ощущать, доверять своим ощущениям. Ну, я тебе просто скажу для примера, мы тогда на Клеопатрии жили на квартире, ну, то есть, это как апарт-отель, там тоже лежали памфлеты такие, ну, вот, по зубам. Я там, хозяина спрашиваю, а кто там, говорит, а это мой друг, типа, он, вот, занимается это все делать. Я говорю, а сколько у него людей? Он говорит, он один. Ну, то есть, вот, себе представить, человеку, которого там, ну, сколько он человек может взять? Три-четыре. Ну, да. То есть, через себя пропустить. И все это возьмет время, и явно у него не будет того оборудования, которое нужно. И, опять же, значит, это будут дополнительные услуги субподрядчиков, которые будут ему делать, коронки шрифлетов, ну, да. Плюс, хозяин апарт-отеля, у которого лежат эти памфлеты, в Турции это, кстати, очень развито, брать комиссионные. То есть, на твою реальную цену еще будут комиссионные того человека, плюс все эти, как бы, третьи стороны, которые будут делать. То, что мне вот здесь, в этой клинике понравилось, то, что у них все свое. У них лаборатория, у них все узкие специалисты, все хирурги, вот, и они делают все на месте. Мне понравился это, первый прием, значит, парень, хирург, который делал мне осмотр, это, я ему прямо говорю, вот, я хочу вырвать верхний ряд, ставить шерсть имплантов, чтобы у меня никогда не было проблем больше с нервами, с каналами, с зубами. он говорит, я, конечно, за твои деньги, и твоим желанием, могу все, что хочешь сделать, но, подожди, подожди, не стоит у тебя все хорошо, давай сделаем так, 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 и будем тебя строить, это, столько, да. Это, но я, конечно, доверился врачу, а не своим, как бы, фантазиям. Я просто знаю этого врача, но он меня тоже лечил, и делал сложнейшие операции, и у меня все совершенно, все прошло идеально. У меня вот приехал, все заросло, все сросло, все там, наросло, где нужно. Вот, то есть, как бы, проблем вообще нет. Хорошо, спасибо большое, Дима, очень было приятно. Взаимно. Надеюсь, мы встретимся в Канаде уже, на той стороне, встретимся и еще раз поговорим. Уже волосы отрастут, и зубы нормальные, опоздают. Надеюсь, тебя он видит с кучеряшками, с белыми зубами. Вот, спасибо большое. Еще раз. Привет всем, наше лечение закончилось, второй этап закончен, зубы все сделаны, и больше, как бы, возвращаться сюда, мы не будем, наверное, скорее всего. Вот, нужно сказать, что видели, вот, в течение нескольких недель, видели, ну, наверное, пятерых наших подписчиков, которые уже здесь, здесь на лечении. Очень приятно, люди благодарят. И у меня очень хорошая новость для всех, опять же, для всех наших подписчиков, то, что клиника теперь гарантированно дает 5% скидки на все ваше лечение, если вы приезжаете от нас, с нашего канала. Прежде всего, вы должны быть подписаны на канал, и перед тем, как ехать, вы пишите вот на этот имейл на экране, который вы видите, и мы сообщаем в клинику ваши, как бы, имена и фамилии, и тогда ваши 5% точно гарантированы, абсолютно на 100%. спасибо всем, всем желаем много здоровья, счастья и удачи в жизни. Все, пока. И красивых вам всем зубок. Все, чао. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok